Девчонки и мальчишки, прежде чем запустить следующий ролик к показу, я хотела бы сказать пару слов. Хочу поздравить Олечку Черкасову с днем рождения, у нее сегодня круглая дата, у нее сегодня 60 лет, такая вот замечательная дата. Олечка у нас уже в подписчиках, наверное, больше двух лет, я думаю, что ей бы было очень приятно услышать от нас поздравления. Желаю вам здоровья в самую первую очередь, желаю вам, наверное, удачи, чтобы она прямо вот рядышком-рядышком ходила, не покидала, держала вас за руку. И, естественно, желаю любви, любви, мужской любви, любви, наверное, человеческой, любви от детей, от внуков. И желаю, наверное, любви, мира и добра. Пускай все-все-все в вашей жизни получается так, как вы захотите. С днем рождения вас, Олечка! «Дер tv-тр졌ает» «Олель» доброе предоброе утро товарищи и здравствуйте у нас сегодня солнышко у нас сегодня классно сегодня 5 число поэтому всем доброе утро у нас видеть чудесное утро чудесное утро и чудесный завтрак на завтрак у нас значит у коли яйцо брынза гречка с тушеночкой у меня немножко по-другому меня гречка брынза и икра кабачковой у коли такой набор будет ну примерно такой же на работу собрала ему на работу у нас хоть и сегодня суббота но он едет на работу так еще у нас салатик с шпинатом с руккола и с луком с укропом петрушкой короче со всеми делами с помидорами и огурцами вот очень очень вкусный ну хлебушка майонез колик яйцам все вот такой вот у нас будет замечательный завтрак кстати икра кабачковая домашняя очень вкусно опять же советую зайти на канал николай шаповалов и убедиться как это вкусно и humor вместе с нами николай-батька ведь собирается на работу подожди крышка там закрываешь ее плотно не закрыла а я показала что я тебе на работе А не, ты ж яж снимал. Ты ж яж, ты ж яж. Ты ж пыжмыш. Ты ж пыжмыш, у нас не накрыта греча. Ты ж пыжмыш. Ай-яй-яй. 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 Ой, а меня там видно. У меня там в зеркале было видно. Ты что, ты ж одета была на голову. Ты не совсем одета. Наполовину. Что взял? Он все взял? Да, там коронки, короче. Вот, сегодня можно будет что-то уже резать. Телефон взял, заряжен он у тебя? Да. В машине не зарядка, давай. Все, давай. Пока-пока. 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 Где наши Буси и Мусюси? Где наши Буси и Мусюси, а? Оно, одна. О, одна есть, а вторая где? Бонька. Боня. Боняша. Бонька. Интересно. Ну, где-то там. Ну, где-то там. Ты где была? В туалете, можно было. Ты в туалете, Беля? В туалете, скажи, Беля, что вы не кричите? Родители кричали, кричали. Я просто была в туалете. Надеюсь, что она была в туалете. Пока-пока. Зови домой. Боняка. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ты с папой не едешь. Идем. Давай домой. Идем домой. Идем, 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 идем. Быстренько, быстренько, быстренько. Все идут. Все собраны. Заходи. Давай ты, засранец, заходи, если хочешь. Нет? Ну, все тогда. Кто же мне? Звезды. Хочешь зайти? Ну, давай, заходи. Господи, ну, вы посмотрите. Впусти, выпусти. Это ж купается кисть. Все, ребята. Сегодня Николай психанул и сказал, что ну его нафиг. Че ты там будешь лазить? Сейчас вам покажу. Не обращайте внимания, это мы собачьи эти постирали. О, ветер. Вот так встану задом немножко, чтобы не так было это. Господи, не так дул ветер. Потому что ветерочек, хоть и солнышко, ветерочек. Психанул, взял, все здесь выкосил. Говорит, как ты будешь тут лазить, вырывать этот бурьян? Говорит, ты что, с ума сошла? Во-первых, тут у нас вот эти большие пауки живут. Потому как тут перегноют этот. Тут живут. И говорит, ты сейчас будешь дергать, не дай бог. И не дай бог этот какой-нибудь выскочит. Ну, мало ли, знаете, укусит. Укусит, укусит, укусит. А сейчас такая начинается в Украине жара, что непонятно. Вдруг действительно. Какие-то там, че раздражение пойдет, че аллергия на него, то или еще что-нибудь. Ну, вот какие сейчас пауки там поналазили к нам. Мне же, говорю, как я смотрела, у нас в розах вот там такие норы были. Что прям там паучищи такие, как крабы. Это ужас. Поэтому он взял, выкосил, говорит, сейчас соберем, а потом будем копать, когда надо. И вытыхнем корни, если что. Мне, говорит, ничего страшного. Все, Николашка, на работу. Вот. А я сейчас закрою ворота, чтобы он уже ехал спокойненько. и домой убираться с тола, пока там собаки не похозяйничали. Все, едь, едь. Едь, я закрою. Давай. Все, пока-пока-пока-пока. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, гляньте, как трава поднялась, да? Обалдеть просто можно. Как она поднялась. Коля, башмаки надо попрухивать, видите, все в траве. Слышь, когда косишь, так оно получается. Так, выпустят товарищей. Товарищей собаки нам. Котейки хавают. Да? Жрете-с, жрете-с, котейки. Так, Буси, вы там ничего не творите мне, а? А, вы лежите, да? Ну, лежите-лежите. Лежите-лежите. Ой, так, так что я? Так и не дорассказала. Ну, ветер, 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 ветер. Так вот, и сейчас вот-то, ну, загребем эту всю ерунду. А потом будем, когда копать, ну, для нас перегной этот, то возьмем уже этот самый, местами будем выдирать эти корни и все. Ну, а что делать? Такой вариант после дождя поднялся. Если бы мы до дождя хотя бы успели повырывать, то еще нормально. Он говорит, тут уже скоро семечки заколосятся. Вот, не, ну, хотя, знаете, я же говорю, действительно страшно ходить сюда. Мы в прошлом году, вот здесь вот пару таких огромных пауков, Коля даже в банку их поймал. Вот, страшно было. Люди вон на огород повылазили, что-то вырывают, сапают. И мне надо. И мне надо, е-мое, на огород. Все же ветечка наша. Ретечка красавицы наша. Да, если бы тут второй этажик сделать, небольшой хотя бы, мансардный такой, было бы классно, было бы видно вот эту всю речку, было бы обалдеть. Ну, хотя нам и так ее видно, в принципе. Так бы было еще круче. Видите, как классно. У нас вид какой бы открывался из окна прямо второго этажа или балкончика. Класс. Можно было бы стоять, за речкой наблюдать. Там куча этих уток плавает с утятами. А вечером лягушки квакают. Я же говорю, если бы эти дуралей не палили, было бы вообще хорошо. У нас же тут и лебеди, и все. А из этих дуралей, которые палили постоянно камыши, лебеди поотлетали там дальше, в другую сторону. Ну да, вот здесь вот бы. Ну, вы поняли, здесь у нас же будет пристройка вот так вот, типа, ну, такая она, ну, как, полукруглая, что ли. И будет погреб уходить внутрь этой пристройки. То есть коридор будет идти, здесь будет, типа, такой, как балкончик. Ну, мансарда или как она называется. Вот. А сверху мы хотим тоже такой полуторка. Ну, чтобы это было не два этажа полных, а полуторка, типа, сделать. Там буквально пару комнат сверху, чтобы было. И тоже вот такой вот полностью балкончик над вот этой пристройкой. И можно было бы тогда выходить, там поставить столик. Классно. И было бы очень-очень круто. Но это все планы. А планы и мечты, что, девочки и мальчики, сбываются. И обязательно они сбудутся. Да? Скажи, надо главное в это верить. Главное в это верить. И мечты сбываются. Да, Евсик? Жарко нам. То нам холодно, то нам мокро, то нам жарко. Что делается? Что делается-то с погодой? Вчера еще буквально было... Ну, позавчера было прям холодно, холодно, как осенью. Сегодня опять, вон, лето. Собаки радостные. И Боня, перестань ее за ноги кусать. Берет ее за ноги, грызет за это, за лапы. А та падает постоянно. Игрище. Все, пошла убираться со стула. Ну что, ребята, телефон взяла. Кремом лицо намазала. Погнали с вами работать. Будет, наверное, ветрено. И поэтому особо снимать ничего не буду. Буду вам, наверное, больше результаты показывать. Сейчас бы еще перчатки найти свои. Куда их Николай прибирал, блин? В Африке горы вот такой вышины. Это же Николай умеет, как говорится. Коля может. Коля может. Все, что угодно. Смотрите, теперь где мне их найти? В общем, куда-то он их запрятал. Сейчас буду их пытаться найти. В общем так, старые не нашла. Пришлось взять новые. Куда-то он их прибирал, прибирал. Уже где-то заприбирал. У нас люди косят. Косят травичку. Потому что что? Потому что трава выросла за эти все. Этим. О, Господи, за дожди. Вот здесь пускай подвялиться трава, да? Тоже соберу ее. Моя задача сейчас, девочки и мальчики, в первую очередь, конечно же, повыдергивать бурьян. Сейчас, телефон. Куда бы его положить, чтобы не на солнце? Да ладно. Я думаю, не будет сильно греться. Так, все. Моя задача, смотрите. Вот это вот сделать. Вот что-то нужно здесь срочно сделать. Потому что тут клубнику уже не видно. Как видите, тут полный капец. Ну что, немного усилий. И красота, красотиша. Красота и порядок. Ох, как говорится. Сейчас нужно убрать вот это еще. То, чтобы вырывало лишнее. Вот, немножечко тут прервала. Вот. Теперь нужно там немножко по цветам дойти. И дуть на огород. Ну, девочки и мальчики, жарко невыносимо. Я вам передать не могу. Ух ты ветерочек. Ну, жара такая, что, блин, я вся мокрая. У меня солба течет. Страшное дело. Ой, прям. Через глаза, через ресницы, через все на свете. Надо вот это тоже на тачку пособирать. Вот это все, что лишнее повырвало. И нафиг вывезти. Говорит, я еще не оставляю здесь бурьян, чтобы мульча была. Здесь не нужна. Дело в том, что оно так вырастает здесь, что потом невозможно его с этой мульчей выдереть. Тут мелочь пузатая, видите. Там цветочки растут. Тут чуть-чуть клубники растут. Вот я и так, пока меня сейчас выдирала, вот бурьян прошлый оставляла на грядке. И оно между теми бурьяном попрорастало, между клубничкой, мелкие травинки. И я начинала выдирать бурьян вместе с этими травинками, вместе с клубникой. Я столько клубники здесь выдрала, что жалко. Вот такой вот, видите, мелочь прорастает. И она зацепается и за клубнику, и за бурьян, и то, и тут, видите, не все дорвало до конца. Постаралась, насколько могла, пошматовала ее так, бедненькую, что жалко стало. Вот, ну, все. Что хотела показать еще? Ой, господи, сейчас, девчонки, попробую приблизить. Вон, видите, у граната пошли листики. Дай бог, чтобы он принялся хорошо, чтобы все было классно. Может, и у меня будет гранат. Это будет прикольненько. Так, ну все, вот так вот выглядит моя грядочка. Красиво, пушисто. Я молодец. У меня тут тоже два помидора выросло. Ёшкин кот, я же их тут не сажала. Красота. Огурцы не выросли, которые сажала, зато выросли помидоры. Ну что, ребята, а мы пашем со Светланкой. Света у нас кизячком поливает, с ароматным огородом. Я тут тоже сапаю, короче. Я тут добавлю, не добавлю. Да, тебе не хватило. Ой, как понравилось. Давай, там вдвоем его надо поливать. Ароматы ванилию мою. Сейчас Света батя ко мне пошла. Помидорки она уже полила этим кизячком. Куриные, теперь там кабачки, как его, коленые арбузики. Ну, а эту сторону мы уже сделали. Света делала помидорки, обсапывала. Я вот тут все полностью прогнала по этой стороне. Потому что сейчас чуть-чуть и сразу же пойдут в рост бурьянчики. Теперь занимаюсь этой стороной. Против солнца, наверное, не видно. Ну, так, я вам сейчас дам. А ну, пошли вон. А этим только понюхать вот за кизяк. Фу. Он же воняет, а им нравится. Кошмар какой-то. Вот, сейчас вот здесь вот, видите. Иду, пройдусь, малеха вот в эту часть. И уже будет красиво. А если надо сегодня еще вот тут добить. Удивательно, конечно, и там кабачки, но я не знаю. Я же так устала, еле на ногах стою. Прям вот реально. У меня с утра как запахалась, так и все. И вот еще толком не... Не, присела, сходила, обедала. И опять в бой. И перец. Перец? Да. Ну, еще перчик, видишь? Ага, вижу. Что, видишь? Что, комары кусают? Почему у тебя есть? Ни, что есть? Это, если... Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok